Наша организация, Московский областной центр СПИДа, расположена совсем неподалеку, здесь рядом. И мы собирались сюда, и коллега провожала, и говорит, ну что ж, успеха тебе в новой очередной научно-просветительской лекции. Я поблагодарил, но немножко расстроился, потому что нам действительно часто приходится читать просветительские лекции, как не заразиться. Я ей ответил, но я иду не туда, я иду на проект «Пища для ума». И если вы посмотрите на заставку, этот проект замечательный, потому что из трубки исходит молекула ДНК. И сегодня действительно я надеюсь на серьезный, сугубо научный, но научно-прикладной доверительный разговор о тяжелом, потенциально смертельном, но сейчас курабельном заболевании, который, тем не менее, очень быстро распространяется, о том, что сделано для того, чтобы остановить эту эпидемию, что делается сейчас. Название проблемы ВИЧ-инфекции и СПИДа в России. Конечно же, мы будем говорить о мировых достижениях. И все, что сегодня прозвучит, все это для России, я бы сказал, во имя России. Все это связано с Россией. Хотя, может быть, вы меня обвините в том, что 80% информации не будет касаться в прямой России. Итак, начнем. Если что-то я буду говорить заумно, вы, пожалуйста, не стесняйтесь меня, прерывайте. Нужно будет вернуться, какие-то обсудить моменты, сделать какие-то акценты. Давайте, я думаю, это будет правильно. Что бы я еще, как бы, в общем плане хотел бы сказать? Мы будем очень сильно перемещаться во времени. Наверное, этот сегодняшний разговор можно будет обозначить как структурный подход. Потому что мы будем говорить сначала о заболевании, о его распространении, о цифрах. Потом возвращаться на молекулярный уровень, говорить о строении вещества. Потом сурновым говорить, как это отражается на заболевании, распространении. То есть вот так перемещаться. Опять же, если кого-то будет тошнить на этих поворотах времени, давайте вернемся на предыдущий уровень и обсудим эти моменты. Итак, если вы согласны, мы возвращаемся в 1981 год. Когда становится очевидным, что разрозненные случаи тяжелого смертельного заболевания, а именно пневмонии, странной пневмонии, пневмоцистной пневмонии, которые регистрировались у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, они связаны между собой. И вот в бюллетене контроля за болезнями, издаваемом в Атланте, выходит статья, которая объединяет все эти проявления, обозначая как некий приобретенный иммунодефицит. В июле 1981 года еще регистрируются 26 аналогичных случаев, а затем на основании анализа применения пентамидина, лекарства для пневмоцистной пневмонии, ретроспективно выявляется еще значительное количество случаев. Затем публикуются уже не в бюллетене, а в сугубо научном журнале, в New England Journal of Medicine, статья с научным описанием этого феномена. Отсюда идет эра спида. В 1984 году ученые проникли на молекулярный уровень. Они поняли, что стоит за этим синдромом приобретенного иммунодефицита. Люк Монтанье во Франции, Роберт Галло в США выделяют сам вирус, культивируют, воспроизводят инфекцию. Вирус четко обозначается как вирус иммунодефицита человека. И впоследствии Люк Монтанье и Франсуазе Боррес-Инуси были удостоены за это выдающееся открытие, которое позволило потом спасти много, очень много человеческих жизней, были удостоены Нобелевской премии. Вирус изучен на молекулярном уровне очень хорошо. Он визуализирован целиком при помощи позиционно-эмиссионной спектроскопии и изучены самые детали, глубинные детали строения. Опять делая прыжок во времени, к 2010 году мы сейчас увидим некий конструктор Лего, который был сделан проектом Visual Science из пластика для некой промоушена создания вакцин против СПИДа, Global Vaccine Enterprises. Но настолько удачным и настолько молекулярно и стереохимически обоснованным получилась эта модель, что она вот до настоящего времени среди ученых признается лучшей. Мы как бы сейчас с вами вместе пощупаем этот вирус, поймем все его коварство и проникнем с наружной оболочки внутрь его. Вот что самое главное? Вот коричневое, коричневое, это все не вирусовещество. Это все камуфляж, который одевает этот вирус из состава химических веществ человека. Мелкие точечки – это липиды, более крупные – вот такие извитые, серо-коричневые – это белки человека. То есть он как бы абсолютно незаметен. Это как будто кусочки человеческой ткани, человеческих молекул. А вот это красные – это как раз вот эти перископы, перископы с собственно синтезируемыми молекулами на основании РНК вируса, специальные белки, при помощи которых вирус прикрепляется в клетки. Так называемые ЭНФ-белки. Конкретно происходит следующее. Из гликопротеина 160, он так обозначен, затем формируются два уже зрелых гликопротеина – 120 и 41. Вот это и есть как бы форпост вируса, специальные якоря, которые он выбрасывает с тем, чтобы прикрепиться к клетке. Сначала прикрепляется 120-е гликопротеин, который соединяется с рецептором CD4. Затем прикрепляется 41-й гликопротеин, который соединяется с рецептором CCR5. И вот это двойное прикрепление создает неотвратимость инфекции. За этим следует цепь молекулярных событий, в результате которого вирус уже бесповоротно внедряется в организм. Все, что мы сегодня будем говорить из, казалось бы, достаточно сложных химических, или биохимических, или даже биофизических вещей, оно все имеет прикладное значение. И еще раз повторяю, в том числе для судеб пациентов в России. Потому что если блокадеры рецепторов CCR5 уже есть, и мы их применяем, и благодаря им, самым сложным больным, сейчас мы можем назначить то лечение, которое подавляет вирус, а раньше подавить его было невозможно, то блокадеры, например, CD4 рецепторов, они только в проекте, маленькие молекулы, но, тем не менее, они в разработке, и при условии сохранения патентного права в России, конечно же, будут зарегистрированы. Сразу хочу сказать, что сейчас ситуация такая, что все новые лекарства, они автоматически попадают на рынок и назначаются больным. То есть мы идем в общей цепочке мировой терапии, подавляющей вирус, так называемой антиретровирусной терапии. Вот здесь еще, как бы, такой скачочек в будущее, зарубочки насчет генной терапии. Потому что если рецептор, воспринимающий вирус у человека, будет выглядеть как-то не так, измененным, например, у него будет мутация Дельта-32, и будет называться CCR5 Дельта-32, то такой человек уже не будет воспринимать вируса. Соответственно, если мы научимся изменять гены, в том числе уже больным пациентам, то вирусная инфекция будет идти на спад. И единственный излеченный на настоящий момент пациент, так называемый берлинский пациент, именно получил трансплантацию костного мозга от донора, у которого был дефектный ген CCR5. Опять же, доступ для будущего, в том числе гражданам России. Теперь вот сделаем такой разрез и как бы проникнем вглубь, в самую сердцевину. Обратите внимание, что вирус еще защищен двумя своими оболочками. Это матриксом и капсидом. И только внутри находятся вот эти вот как бы штабные молекулы. Две молекулы вещества наследственности, рибонуклеиновой кислоты, не такие уж большие, по 10 тысяч парануклеотидов. Это сейчас для определения первичной последовательности при современном развитии это всего ничего. Но эти две молекулы обусловливают вот тот цикл страдания, который потом проходит человек. И здесь же вы видите вот эти вот все изогнутые, такие замечательные розовые и серые шарики. Это молекулы ферментов. Тех самых ферментов, которые обеспечивают внедрение вирусной РНК в клетку, ее обратную транскрипцию, то есть перевод кода с РНК на ДНК, так называемая обратная транскриптаза. И внедрение в клетку – это фермент интеграза. Опять же, тоже не пустые слова, потому что современное лечение, оно направлено именно на подавление этих ферментов вируса. Вот эта совершенно потрясающая диаграмма именно для пытливых, именно желающих пищи – это то, как живые организмы научились сопротивляться ошибкам при воспроизведении своего генетического кода. Вот обратите внимание, справа синие точки, в самом низу – это человек. По уровню мутаций человек, многоклеточный организм, даже несколько выше, чем грибы, которые являются зелеными точками. Дальше желтые – это эшерихи и коли. У них еще повыше уровень мутаций. Читаем как бы справа налево. Затем еще выше находятся ДНК-вирусы. И, наконец, выше всего РНК-вирусы. А самую высокую позицию занимают вирусы – ретро-вирусы, то есть те, которые переводят свое РНК на ДНК. Таким образом, оказывается, ВИЧ в этой цепочке, казалось бы, самым мутабельным вирусом, какой-то необыкновенной примитивной формой жизни. И он научился использовать эту свою изменчивость в интересах именно сохранения в человеческой популяции. Одно из проявлений-то изменчивости, уж извините за конкретный научный термин, так называемый эскейп-мутации, мутация избегания, благодаря которому вирус выворачивается из-под собственного иммунного ответа хозяина. Кроме того, в ряде случаев эта высокая мутабельность приводит к тому, что вирус изворачивается из-под нашего лечения. И вот полная как бы картина. Девять генов, три основных, на которые, кстати, и направлена в основном наша антиретровирусная терапия. И шесть – это абсолютно как бы штабные гены, разведка, контрразведка, которые функции не воспроизводить вирус, а вмешиваться в различные вот эти иммунные перипетии хозяина с тем, чтобы обмануть его, направить в плане распознавания чужеродного вещества по ложному пути. Итак, возвращаемся теперь назад. Еще когда многие вещи из вот этих тонких деталей строения не были изучены. Когда была открыта болезнь, как ее лечить, не было никакого понятия. Не было абсолютно ничего, чтобы подавлял вирус. Вот эта страшная кривая – это процесс ожидания смерти. Естественно, ничего страшнее этого нет. И так продолжалось до 1987 года. Затем одно из лекарств, которое, в общем-то, уже было далеко забыто, вдруг выясняется, что оно подавляет размножение вируса в культуре ткани. Очень быстро, вот с тех пор, научились одобрять лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, очень быстро. Через два года он уже официально разрешен для клинических испытаний. Он действительно замедляет прогрессию, продолжается поиск новых лекарств. Но новые лекарства никак не находятся, а один зидовудин, все-таки, приостанавливая развитие заболевания, не предотвращает гибели. Именно из-за того, что вирус выворачивался, мутировал из подназначенного одного препарата. Это одна смерть известного человека, много смертей в совокупности, стабильные были все показатели, за исключением одного, рост смертности от ВИЧ-инфекции, от СПИДа, как последствия ВИЧ-инфекции. И вот обнадеживающее открытие. 1995 год. Два исследования, Дельта и ICTG-175, показывают, что ингибиторы, разные ингибиторы, нуклеозидные ингибиторы и обратные транскриптазы способны потенцировать друг друга, усиливать свое действие. И хотя это, опять же, еще не было полным решением проблемы, но это одно из самых выдающихся открытий, потенцирование препаратов внутри классов. Это было связано с тем, что они были направлены на разные азотистые основания, из-за этого не возникает вот это взаимное потенцирование. И, в общем, до эры уже полного подавления вируса оставалось совсем недолго. она наступила в 1996 году. Три препарата «Одна надежда». Появился дополнительный класс препаратов, ингибиторы протеазы вируса, тоже один из ферментов, который необходим для завершения жизненного цикла. И в результате именно количество вот этой тройной терапии, количественно вирусных частиц в крови человека удавалось снизить, и сейчас удается, до неопределяемого уровня. Этим принципом тройной терапии, который здесь нарисован, мы, собственно, пользуемся для лечения ВИЧ-инфекцией и поныне. 1996 по 1998 год были провозглашены и внедрены в практику принципы высокоактивной антиретровирусной терапии, и заболеваемость СПИДом сократилась в 10 раз. Первые препараты вызывали достаточное количество нежелательных явлений. С 2007 по 2008 год количество препаратов увеличивается в разы. Появляются лекарства, очень хорошо переносимые, которые могут быть назначены в начале болезни и применяться длительные годы человеку, не оказывая существенных влияний на его организм. Все агентства, которым возложена регистрация и внедрение на соответствующих рынках лекарств, открывали и открывают зеленую дорогу для новых препаратов. В 2011 году совершилась революция. Выяснилось, что лечение отдельного больного помогает и популяции. Мы сегодня много будем говорить о личностях. Вот это один из тех, кто сделал очень много, кто закрепил научно этот принцип, профессор Майрон Коуэн. Он доказал, что раннее назначение АРТ в дискордантной паре, то есть где один человек ВИЧ-позитивный, а другой нет, сокращает заболеваемость ВИЧ-инфекции на 96%. В 2012 году Мишель Танк показала, что больному с учетом его организма можно подобрать необходимые препараты и в схеме можно так сочетать препараты, что недостаток одного препарата покрывается позитивными чертами других. У каждого препарата есть барьер резистентности, то есть ступени преодоления резистентности вируса, есть эффективность, то есть насколько логарифмов он подавляет вирус при назначении. И благодаря комбинированию препаратов можно именно таким образом, вот по этому принципу, можно достичь полного подавления вируса. И в 2016 году были опубликованы первые результаты исследования старт, которые показали, что раннее назначение терапии очень важно и для самого пациента, потому что оно предотвращает неспецифическую иммунную активацию, то есть этот хронический процесс, риски всяких неблагоприятных событий и ограничивает вообще количество вируса, который находится в организме. Кроме того, опять же, на основании вот такой большой, сложной, перекрестной сравнительных исследований завершены сравнения всех схем терапии и показаны, что в целом все существующие в настоящий момент на рынке препараты, а вот эти все препараты есть в России за исключением одного, один из них летом будет зарегистрирован, они в целом дают высокую эффективность как с точки зрения подавления вируса, так и с точки зрения нежелательных явлений. В результате свет антиретровирусной терапии, терапия, направленная на подавление вируса, открыт, открыт широко и ВОЗ и ЮНИТ провозглашают глобальные цели, заявляя, что с 2015 года, когда 17 миллионов на терапии, к 2020 году уже охват 30 миллионов будет позитивных пациентов на терапии. Это приведет к сокращению смертности от СПИДа радикальному и к сокращению новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Действительно, масштабы этого проекта огромны. Вот давайте посмотрим. Если в Африке в 2000 году, опять же, мы все даже об Африке будем говорить ради во имя России, в 2000 году находилось 6000 человек на антиретровирусной терапии, то подумайте, сейчас там находится более 12 миллионов. Если в Америке находилось около более полумиллиона человек на терапии, то сейчас это под 2 миллиона человек на терапии. Если в Европе около 200 тысяч, то сейчас это более миллиона человек. В общей сложности, как мы уже отметили, в 2015 году это было 17 миллионов, в 2016 году это более 18,2 миллиона человек сейчас лечатся в мире. Россия включилась в универсальный доступ к лечению ВИЧ-инфекции. Этот проект стартовал в 2006 году. Сейчас охват антиретровирусной терапии в России составляет 33%. То есть в целом мы находимся на уровне Юго-Восточной Азии, но в принципе я считаю это хорошими успехами с учетом времени начала того, что мы подключились к этому проекту в 2006 году. И еще раз повторяю, в России зарегистрированы все основные антиретровирусные препараты и даже список жизненно необходимых лекарств по ряду препаратов он больше, чем в некоторых развитых странах. Вот блок информации, который касался вируса и как с ним бороться. Теперь мы больше и больше будем подходить именно к вопросам глобальным, подниматься вот такой на мета уровень. Давайте посмотрим о масштабах. Масштабы колоссальные. заразило за все это время 80 миллионов человек. И самая страшная половина погибла. Число лиц живущих с ВИЧ-инфекцией составляет 36,7 миллионов. Интенсивность эпидемического процесса 2 миллиона в случае заражения в год. То есть 5600 человек каждый день. И умерли от болезней связанной именно со СПИДом. То есть умерли от СПИДа 1,2 миллиона человек. Есть понятие пораженности. То есть именно сколько ВИЧ-позитивных людей проживает на определенное количество населения. Есть разница в учете этих показателей у нас и в мире. В мире они просчитываются на население в возрасте от 15 до 55 лет. Самым пораженным является регион Африки. Так называемая Субсахарная Африка. В ЮАР порядка 20 случаев на 100 населения. Больше 20% поражено население вот этого соответствующего возраста. Критическая пораженность является пораженность в 1%. То есть на этой схеме все, что имеет красно-розово-коричневый оттенок, это все больше в принципе критической пораженности. Все, что меньше единички или зеленые, это такая еще маленькая затронутость эпидемии ВИЧ-инфекции. Такая описательная эпидемиология. Что важно, что на фоне как бы если брать глобальный масштаб, то новые случаи инфицирования, это в середине вот этой таблички, в возрасте больше 15 лет, они как бы не меняются, если брать общую мировую тенденцию. Десятый год 1,9 миллиона, 11,1,9 и так далее, и так далее. 15,1,9 миллионов новых случаев в год. Понятно, что это среднее. То есть в каких-то странах заболеваемость снижается, а в каких-то повышается. В итоге вот наш мир, он подошел сейчас вот к этому барьеру пока со стабильной заболеваемостью. Что касается смертей от СПИДа, вы видите прогрессивное снижение. 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 и цели в воз меньше 0,5. здесь подтверждаются данные, что в Европе заболеваемость ВИЧ-инфекции не снижается. Заболеваемость снижается в Африке, то есть новые случаи. Заболеваемость снижается в США, заболеваемость снижается в Испании, в Австралии и Канаде заболеваемость также не снижается. У нас есть пример. Вот город Сан-Франциско по пораженности ВИЧ-инфекции как самый страшно пораженный регион России Свердловской области. Это больше 3% населения вот в этом возрасте. И что произошло? Если в 2004 году ежегодно регистрировалось 884 случая, то в 2009 году 500 случаев, а сейчас там в год регистрируется 200-250 случаев. Конечно, это уникальная когорта с уникальными противоэпидемическими мероприятиями. Это как бы некий эталон, при помощи которого мы можем понять, как вообще должны строиться мероприятия по ограничению ВИЧ-инфекции. Научно доказано, что успех концепции выявления и лечения в Сан-Франциско связан с сокращением окна, промежутка между выявлением ВИЧ-инфекции и подавлением вирусной нагрузки. А если быть еще более точным, между моментом заражения и моментом назначения лечения. Очень быстро. Если же этот растягивается интервал, то пациент успевает заразить всех до того, как он еще выявлен и ему назначена терапия. И в этом случае терапия пациенту важна, но с противоэпидемической точки зрения сдерживанием заболеваемости она будет абсолютно бесполезна. Единственное, что отличает Россию очень существенно от когорта Сан-Франциско это фактор передачи. В Сан-Франциско это практически только мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. Хотя еще раз подчеркиваю, это никак не умаляет эпидемиологов, которые достигли этого результата в Сан-Франциско, потому что это достаточно сложная группа с точки зрения профилактики. Но тем не менее в Европе, в Америке основные люди, которые заболевают, это мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. На долю потребителей инъекционных наркотиков, как видно на этой диаграмме, приходится очень незначительное часть. Таким образом, вот в США и в странах ЕС, конечно же, большая часть, вот 67 в целом в США и 42 и 3 в странах ЕС, это приходится заражение на мужчин, имеющие половые контакты с мужчиной. В Африке, да, это основное незащищенные половые контакты. И вот Россия, конечно же, имеет свою наиболее сложную с точки зрения управляемости, самую сложную структуру заражения ВИЧ-инфекцией. Сейчас ровно пополам. Половина это потребители инъекционных наркотиков, половина это половые контакты, которые опять же формируются вокруг потребителей инъекционных наркотиков. Поэтому и управление эпидемическим процессом в России, конечно же, оказывается значительно более сложным. На конец 2016 года 870 тысяч человек проживало с ВИЧ-инфекцией. За год заболело более 100 тысяч человек, в России 250 человек заболевает ежедневно и умерло 30 тысяч 550 человек. И в России ежегодно на 10% прибавляется число новых случаев заболевания. И здесь на диаграмме четко показано, что половина это наркотические, половина это половой фактор передачи. Сами пораженными являются сибирские и уральские регионы. Здесь уже представлена пораженность в нашем измерении на 100 тысяч населения. 1647,9 человек на 100 тысяч населения это пораженность ВИЧ-инфекции в Свердловской области. Самыми пораженными субъектами являются в настоящее время Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская, Хантамансийский автономный округ, Ленинградская, Тюменская, Челябинская и Новосибирские регионы. Вот здесь сравнительный аспект. Да, конечно, если сравнивать с ЮАР и Ботсваны, здесь уже международные критерии, пораженность в процентах на лиц в возрасте от 15 до 55 лет, то мы видим, что Россия выглядит так более-менее. Но более одного процента пораженности, как я сказал, это все-таки выше критического уровня. В Сан-Франциско 3,81, в Свердловске области 3,3, в нашем подмосковном Орехово-Зуево 3,0. Хотя Московская область в целом сейчас благодаря принимаемым мерам оказалась менее пораженной, чем Россия в целом. 1,05. И вот дальше смотрите, США, Латвия, Бразилия, Венесуэла, Испания, Италия, Аргентина, Греция, это все гораздо более низкие уровни пораженности. Заболеваемость. Где самая высокая пораженность, там и самая высокая заболеваемость. ЮАР 1,44, Ботсвана 0,94, Свердловская область, Орехово-Зуево, да, 0,31, 0,23, Россия 0,14, у нас Московская область пониже. И помните, очень высокая пораженность Сан-Франциско, а заболеваемость 0,06. Вот это и есть управляемость эпидемического процесса. К этому мы еще вернемся. Ну, вот это вот есть наша страшная кривая. Наркотический пик 2000-го года, розовенька, это заболеваемость, уровень заболеваемости был 58,1 случаев на 100 тысяч населения. Все, кто меня слушает, может сейчас увидеть, что сейчас у нас заболеваемость 76 случаев на 100 тысяч населения. То есть мы превысили порог пика, первичного наркотического пика заболеваемости в России. Пораженность, она растет плавно, и, как уже сказал, вот на эту возрастную категорию превысило 1% населения. В общем, ситуация очень сложная. все, что мы сейчас говорили, это так называемая описательная эпидемиология. Вот взяли, рассказали, посчитали, показали, пофилософствовали. Мы сегодня много будем говорить о личностях, еще не все персонали я вам рассказал. Сейчас я вам расскажу о выдающемся отечественном эпидемиологе Виталия Дмитриевича Белякова. Это он придумал, что есть эпидемиология описательная, а есть аналитическая. Аналитическая это там, где надо подумать над цифрами, вывести формулу, и что формула может спасти от заболевания. На самом деле описывать процессы распространения скажем дизентерии или гриппа, то есть тех заболеваний, которые оставляют после себя иммунитет гораздо сложнее, потому что там нужно еще учитывать фактор так называемых иммунных людей, которые имеют антитела и защищены от инфекции. ВИЧ-инфекция страшное заболевание, оно не формирует защиты, есть пожизненное сохранение вируса. Поэтому формула выглядит гораздо более простой, и как бы уравнение, которое возникает на основании этой формулы, оно решается. У нас нет математиков сейчас здесь в группе? Хорошо. И что следует из этой формулы? Из этой формулы следует что заболеваемость она прямо пропорциональна пораженности при ВИЧ-инфекции. Кто-то может сказать, что формула не работает. Мы взяли и проверили. Вот это наши районы Московской области. По оси абсцисс горизонтальной отмечена пораженность. По оси ординат заболеваемости. На самом деле это то, что вы видели на графиках, на столбиках, когда мы с вами по одним и тем же странам сравнивали заболеваемость и пораженность. Итак, чем больше пораженность, тем больше заболеваемость. Только уже на самом насыщении, которое в Африке, когда уже 20% поражено, 30%, там выходит кривая насыщения и пропорциональность несколько изменится. Так вот это же замечательно совершенно, потому что это тот инструмент, когда сравнивать два простых показателя, можно понять, насколько управляем эпидемический процесс в том или ином контексте, в той или иной территории, в той или иной стране, даже на целых материках, или сравнивать, скажем, с показателем в мире. Вот в самом низу управляемость, в эту формулу еще нужно добавить маленькую частичку, единица минус дельта. То есть это коэффициент при Y, число источников инфекции, который показывает, а сколько мы этих источников сумели ограничить или обучить безопасному поведению или назначить лечение. И вот именно этот коэффициент на основании соотношений заболеваемости и пораженности и можно посчитать. И сделать это очень-очень легко. Это и будет показатель числа контролируемых источников возбудителя инфекции или показатель коэффициент защищенности до данной территории. И вот мы достаточно простым путем с небольшой обычной статистикой решили взять и сравнить. Да, этот коэффициент защищенности у нас в Московской области в 2006 году и в 2015 формально получается так, что в 2006 году у нас 39,7% источника инфекции были ограничены защищены, а в 2015 году уже около 50, 49,5%. И это действительно статистически достоверная вещь. То есть наши меры по обучению, по назначению терапии, они достоверны, но уровень 50%. Защитный это уровень или нет, мы еще поговорим. Дальше мы то же самое сделали по России на основании официальной статистики. Вот ряда цифр заболеваемости и пораженности по субъектам Российской Федерации. То же самое в 2006 и 2015 году. Тоже есть рост, но более скромный с 30% до 35%. И с точки зрения статистики этот рост недостоверен. То есть мы еще в масштабах России достоверный коэффициент сдерживания пока не обеспечиваем. И вот этот коэффициент сдерживания защищенности выстроенный вот по тем территориям, о которых мы говорим. Ну ни у кого сейчас не вызовет удивление, что конечно самая высокая защищенность в Сан-Франциско очень низкая заболеваемость при очень высокой пораженности. То есть 92% источников инфекции контролируется. Дальше удивительно посмотреть идет Испания, США, Ботсвана, где тоже снижается заболеваемость. Ну и вот наверное это порог. То есть все, что выше 75% начинает колебать кривую заболеваемость. Все, что ниже это стабильная заболеваемость. Аргентина, Венесуэла, Греция, Бразилия, Латвия, ЮАР. Орехово-Зуево, кстати, наше. В нем это очень высокая пораженность, но слава Богу заболеваемость не растет уже довольно длительное время. Надо отметить, что при такой огромной когорте, которая имеет Свердловская область, она имеет тот же самый коэффициент защищенности, что и Московская область по этому расчету. А вот Россия в целом, конечно, она внизу. 37,6%. Пока мы не достигаем критического уровня защищенности даже для стабилизации заболеваемости. Для этого необходима еще дополнительная работа. Что можно сделать? Какие еще дополнительные усилия можно приложить, чтобы обеспечивать сдерживание заболеваемости, помимо своевременного и раннего, как можно более раннего с момента выявления назначения антиретровирусной терапии? Очень интересная вещь. Оказалось, что эти же препараты, подавляющие вирус, те же самые нуклеозидные ингибиторы и обратные транскриптазы можно еще сдавать здоровым людям. И что удивительно, что даже контактируя с вирусом, при этом они не заболевают. Клинические исследования, проведенные, показали эффективности 60, 70 и 75 процентов. Исследования были настолько потрясающие, что сейчас этические комитеты все запрещают в этих исследованиях делать контрольную группу, потому что нельзя оставлять людей без профилактики. Настолько уже достоверно известно, что это дает. Поэтому можно сравнивать или с историческим фоном, или две группы, которым назначены разные схемы доконтактной профилактики. очень эффективная вещь. И вот мы предполагаем, что удастся в России начать интервенционную программу снижения заболеваемости. И вот расчеты показали, что без доконтактной профилактики это снижение заболеваемости будет длиться 10 лет, а с доконтактной профилактикой 5-6 лет. Это очень большой существенный вклад. Но ее достаточно сложно внедрять, потому что с точки зрения экономики здравоохранения здоровые люди не являются целевой категорией. По этому поводу очень много дебатов, это как бы не предмет сегодняшнего дела. Я хотел вам представить еще одну персональю. Франция, Жан-Мишель Малина. Это человек, который через регуляторные органы Франции, на законодательном уровне сумел пробить доконтактную профилактику к абсолютно легитимный способ сокращения заболеваемости. И теперь мы ожидаем, что во Франции, в отличие, может быть, от других европейских государств, также пойдет это сокращение. Что еще видится в будущем? Мы сегодня обязательно повторяем неоднократно еще раз и еще раз о том, что будут новые лекарства. Я, наверное, все-таки более определенно скажу, почему я за это очень переживаю и очень волнуюсь. Потому что в некоторых проектах мы видим реальные предложения для России индийского варианта. Пишут, давайте откажемся от патентов, тогда мы как бы сможем копировать быстро молекулы и всем давать легко. Но авторы этих документов они не понимают одного, что самые высокотехнологичные, самые последние лекарства, вы их не скопируете, само патентное законодательство под это изменится, будут закрыты формулы патентов и российские пациенты останутся без новых изобретений. Это однозначно. Я уже не говорю о реакции определенных структур во всем мире на подобное решение. Мы должны сделать все, чтобы такое решение не состоялось и чтобы наши пациенты, они, как и раньше, имели доступ ко всем самым современным препаратам. Конечно же, мечта каждого ВИЧ-позитивного человека это получить полное излечение, то есть полностью вывести вирус. Вот здесь я представляю Джей Леви, человека, который объяснил, в чем сущность вот этого спящего резервуара и что нужно сделать, чтобы полностью освободить человека от вируса. На этой схеме очень хорошо показано, что все те контакты, первичные контакты вируса и клетки при помощи CD4-рецепторов, CCR5-рецепторов, которые происходят, это как бы только первое взаимодействие. Дальше появляется вот такая страшная волосатая дендритная клетка, которая увлекает вирус в лимфатические узлы, и там он помещает себя на хранение в малореплицирующейся, покоящейся клетке памяти. Из-за того, что метаболизм этих клеток, они еще не дифференцируются, они не отвечают на возбудитель, все, как предназначено им, вирус, там спокойно спит, переживает в виде ДНК-копии в состоянии совершенно противоположного самому себе, не в форме РНК, а в форме ДНК, и при каких-то стрессах, при каких-то очень сильных антигенных раздражителях, или при узнавании антигена-антитела соответствующей клетки, до которой этот вирус просыпается, и вновь начинается бурное распространение. И вот из этих спящих, покоящихся Т-лимфоцитов необходимо вирус убрать, в этом случае будет найдено излечение от ВИЧ. Как минимум это три группы приборатов, это ингибиторы гистон-деацетилаза, это широко нейтрализующие антитела, это иммунные модуляторы толподобных рецепторов, и вместе тоже составив тройную терапию, я уверен, рано или поздно оно позволит излечить от ВИЧ наших больных. Будущее, конечно, видится сегодня. Какие выводы мы можем сделать? Мы можем сделать вывод, что возможности лечения больных в Российской Федерации значительны. Есть потенциал высококвалифицированных врачей, которые осуществляют это лечение. Что характер эпидемии в Российской Федерации ВИЧ-инфекции отличается от эпидемии американской или европейской. Мероприятия отстают от интенсивности эпидемического процесса и нуждаются в существенном усилении. И что граждане России должны иметь доступ к самым современным последним лекарственным средствам и не должно быть допущено ошибки, которые бы перекрыло этот доступ. Спасибо за внимание и очень прошу вопрос. Если у вас есть вопрос, поднимайте руку, к вам подойдут. Какая основная аргументация используется с вашей стороны, когда появляются люди, которые заявляют, что ВИЧ это выдумка фармацевтических компаний и прочее? Безусловно, вот эти первые картины вируса. Вообще, строго говоря, у нас сегодня очень научный разговор, как пища для ума. Существует триада Коха. То есть, нужно выделить вирус от больного, его нужно культивировать в культуре ткани и потом полученным этим вирусом заразить и воспроизвести клиническую картину. У нас здесь есть вся эта триада Коха полностью. То есть, вирус можно выделить, он выделяется, вот его на специальных культурах пересевают, вот, и на донорских лимфоцитах пересевают, и есть модели на животных, которые работают в большей или меньшей степени, но они работают. Поэтому все доказательства существования вируса есть. Но в таком вот общечеловеческом как бы аспекте, конечно же, проще всего говорить о том, что он визуализирован. Да, модель сегодняшняя это модель, но позиционно-миссионная спектроскопия это прекрасный именно взгляд на эту страшную картину. Спасибо большое за очень познавательную лекцию. У меня будет два вопроса. Первый из них, вы упомянули лекарства, которые действуют на рецепторы CD4. Известно, что они инициируют иммунитет Т-хелперами. Если эти лекарства влияют на CD4 рецепторы, блокируя их, не будет ли это влиять также на иммунитет? Это вопрос для пищи для ума в корень. Именно поэтому до сих пор они еще не выведены на рынок. Более того, основная часть этих маленьких молекул в настоящее время вместо антагонистической функции они являются агонистами. Вы абсолютно правильно сказали. Они даже стимулируют соединение вируса. Достаточно сложное рецепторное взаимодействие. Но есть пара-тройка перспективных молекул, которые все-таки оказались антагонистами. Поэтому мы их очень ждем. Еще один вопрос. Он достаточно футуристический и общебиологический тематики. Стоит ли в принципе лечить ВИЧ-инфекцию или может быть это этапом нормальной эволюции, так как в нашем геноме содержится большое количество ретро-вирусов, которые были использованы нашими предками по эволюционному древу для нормального развития, в результате чего, конечно, и появился человек. Возможно ли, что ВИЧ является действительно таким этапом? В этой проблеме действительно много мистического. Я не могу до конца понять, почему при такой вариабельности отдельных участков другие участки остаются совершенно полностью консервативными. Здесь биологу просто непонятно, здесь действительно что-то можно от творца увидеть. Хотя, наверное, тоже это может иметь объяснение. Просто он очень быстро воспроизводится, вирус, и на отдельных белках, чтобы собрать полностью активную частицу, вот тут возникает очень сильное селективное давление, которое именно поддерживает эту генетическую стабильность. То есть он внутренне, вот эта машина для убийства, она внутренне очень слажена. вопрос селекции. Это известная вещь. Мы прекрасно знаем, что наша иммуногенетика родилась в результате селекции. Мы знаем, что она была подвержена эпидемиям чумы, в результате чего определенные наши гаплотипы возникли. Она была подвержена определенным радиационным воздействием, каким-то холодовым воздействием. Поэтому, конечно, та популяция людей, которые сейчас существуют, это ашеля генотипы и группы крови и так далее, которые возникли в результате селекции. Что касается вируса. Ну, нет, конечно же. Почему? Потому что взаимодействие паразит-хозяин это очень сложная колебательная система. и здесь ничего естественного быть не может. У нас здесь есть другой челлендж. Или мы остановим эту эпидемию, применив формулу, или же эта эпидемия вот для нас сейчас разрушит экономику России. У нас здесь нет выбора. Продолжить. Просто как раз существование таких людей, как элитные контроллеры, которые не получают терапию, сами сдерживают вирус, могут сказать, что действительно есть какие-то эволюционные посылки контроля. Из-за этого соображения родился вопрос. Ну, я бы хотел, чтобы гены были подправлены тем, кто заразился. Да, а элитные контроллеры действительно есть, как, собственно, вот, и мы сегодня видели на примере вот этой дельта-32 мутации. Но, еще раз повторяю, это не для того, чтобы выжили все элитные контроллеры, а остальные померли. Нет, мы не должны такого допустить. А вот если нужно будет применять генную терапию, то дай Бог, чтобы мы научились это делать. Спасибо. И вопрос такой по поводу патентов как раз. А есть какие-то прецеденты вообще стран, может быть, которые принимали подобные решения или это вот наша такая очередная современная инициатива? Индия. Индия, то есть они исключительно делают свои дженерики и патентного права не имеют? Нет. Но просто они же как-то живут, говорят нам в России, и зачем тогда бы нам так же не жить? Какой пример можно привести? То есть кроме Индии получается никого нет. Вот если бы, скажем, Индия производит только дженерики и посмотрите, как у них все плохо. Но ведь по сути мы не можем так сказать? Можем. Можем. То есть почему? У них показатели хуже. Там нехорошо. Понятно. Спасибо. Григорий, спасибо большое за очень интересную лекцию. У меня два вопроса. Один скорее медицинский, второй более социально-демографический. Первый вопрос очень банальный. Существует ли вообще возможность у человечества получить препараты, которые полностью уничтожают вирус? И через сколько, на ваш взгляд, если горизонт оценить, через сколько лет это возможно? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мы знаем, что ВИЧ заражается определенной категорией населения. На ваш взгляд, согласно вашим данным, изменились ли оценки по этим стратам? То есть изменилась ли пропорция среди гомосексуалистов, наркоманов, людей, которые ведут вполне благопристойную сексуальную жизнь? В частности, например, на примере Московской области, которой вы занимаетесь плотно, как это изменило за нулевые годы, за десятые годы? Где здесь динамика? Спасибо большое. Спасибо. По первому вопросу, я сказал бы, пять лет. Вы уже видели публикации. Ну, три группы препаратов, которые сейчас рассматриваются, как излечивающие агенты, мы привели. Вы видели публикации, которые то одна научная группа, то другая как бы берет вот раз, вот вроде бы у нас получилось, уже почти получилось, и этим занимается порядка пяти, одна самая крупная группа и пяти групп в разных исследовательских странах. Поэтому, конечно, там будет дальше следующий этап, выбор из комбинаций самых эффективных. Но, возможно, эффективные комбинации излечения это пять лет. Естественно, речь будет идти о пациентах с небольшими резервуарами. Научиться лечить пациентов с большими резервуарами, да, то есть, как бы с давней, такой поздней презентацией, это будет еще более сложный челлендж. Возможно, на это потребуется десять лет. То есть, я оптимистичен. Патоморфоз эпидемии, ну, конечно, мы это видим. Прежде всего, мы видим, конечно, возраста. То есть, 70 лет, 60 лет, 50 – это уже просто обычный пациент, да, это нужно лечить правильно, да, чтобы не упустить как бы соматический груз болезней. По путям заражения, да, абсолютно все, да, абсолютно все. это и молодые люди, и первый неудавшийся опыт, и муж с женой, муж не знал, и раз пара, значит, заражение супруги. Вот. То есть, абсолютно, это и группы риска, да, и обычные, кто как бы, внешне не рискует. То есть, мы сейчас можем сказать, что, конечно, подверженность всего населения, всего населения, никто не исключен, и поэтому каждый должен обследоваться, и каждый должен защищаться от ВИЧ. Здравствуйте, я хотел бы вам задать вопрос. Вот вы сказали, что Россия обладает доступом к огромному списку препаратов, и что мы входим в одни из самых развитых, ну, в список, куда входят одни из самых развитых стран. И я вот хотел задать вопрос, а какова доступность этих препаратов для среднестатистического больного в нашей стране, а также, как вы считаете, вот если все-таки будут изобретены более, открыты, более, такие, я бы сказал, действенные способы, какова их будет рыночная стоимость в наших современных реалиях? Спасибо. Ну, опять же, это вот, собственно, и то, что хотелось бы, чтобы сегодня стало предметом дискуссии, потому что, ну, еще раз повторяю, вы абсолютно правы, ведь не просто так же звучат голоса, давайте ликвидируем патент, это не просто так, это, конечно, люди просчитывают, потому что, понятно, тот объем, который уже сейчас выделяет Россия на лечение, он уже достаточно напряжен для бюджета России, это абсолютно понятно. и, естественно, все это происходит поэтапно, естественно, нужно уложиться в какой-то определенный объем денег, естественно, потом формируется представление на следующий объем денег и так далее, и так далее. Но что самое главное, чтобы не был выплесну на ребеночек, потому что, вот, если мы сейчас вот так вот, раз, и давайте мы вот сейчас всех будем лечить индийским тенфавиром и ламиудином, завезем вот этот порошок и засыпем всю страну, да, казалось бы, это очень простое решение. Но, смотрите, по поводу доступа к препаратам. У нас здесь, на самом деле, система лечения очень близка к онкологии. Вот мы лечим, лечим, лечим. Потом вдруг раз в клинике мы видим, есть два больных, у которых, несмотря на все наше лечение, определяемая вирусная нагрузка. Мы начинаем очень нервничать, начинаем очень вот так вот перемещаться, думать, что же делать, что же делать, какие клинические исследования, что идем на ГРЛРС Росмездрав, что сейчас будет регистрироваться, и что вы думаете? Раз, появляется препарат, блокадер рецепторов, появляется новый ингибитор интеграза, мы схему меняем, даем вот эти два препарата и успеваем. То есть, на самом деле, когда речь идет о каких-то суперсовременных новых препаратах, это могут быть небольшие группы пациентов, которые заражены мутантным вирусом, у которых очень тяжелое течение ВИЧ-инфекции и которые нужны. Есть, конечно, да, вот в частности, мы говорили о доступе к современным препаратам, это препараты, которые могут быть назначены от момента заражения и не иметь совсем нежелательных явлений. Вот в частности, скажем, у нас сейчас есть, мы назначаем препарат, где все три компонента в одной таблетке, то есть не надо пить горсть. Конечно, он как бы для больного он бесплатен, государству он обходится дороже. Конечно, пока мы не можем всем назначить, да, но с учетом определенных показаний, там, сопутствующих заболеваний, вирусных гепатитов, тем не менее, все же эти пациенты имеют к нему доступ, это тоже хорошо. То есть, вот, наверное, это есть нормальная логика, да, нормальная логика изготовления препаратов, какие-то дешевеют, какие-то, вот, там, обратите внимание, есть интересные исследования по низким дозам, но высокоэффективным препаратам, которые традиционно лечатся ВИЧ-инфекцией. Вот. Таким образом, конечно же, не все здесь решено, да, не все здесь решено. Конечно же, Россия лечит с учетом своего совокупного дохода, да, естественно, если какая-то страна имеет больше совокупный доход, возможно, ее возможности больше. Но если брать как бы гуманитарную составляющую и то, что Россия сейчас имеет, что она имеет, тратит, мы выглядим очень достойно. У меня есть вопрос. Недавно, в прошлом году, было исследование о использовании метода редактирования генома CRISPR-Cas9 на мышах, которые были заражены ВИЧ, и методах, собственно, этот метод показал то, что активность ВИЧ-клеток падает на на 80-90%. Вопрос, во-первых, в том, ведутся ли какие-то работы по исследованию этой методики в России, и есть ли какие-то общие сведения о применении этой методики в мире, вот кроме приведенного примера. Да, это обнадеживающе было исследование. Мы предполагаем, что как монокомпонент, то есть оно должно работать вместе с другими способами, безусловно. Насколько я знаю, в России по геномному редактированию вот именно применительно к ВИЧ научных групп нет или они глубоко засекречены. И я думаю, спасибо, что вы это как бы ставите, потому что, вы знаете, ведь на самом деле научных стартаповских проектов в России много. Много. Если брать как бы такой компонент, может быть, традиционной науки, что-то, может быть, в России не совсем удачно происходит. Но если мы возьмем вот объем подаваемых заявок или объем заявок, подаваемых Фарму 2020, да, или там фонд Сколково, то, вы знаете, количество лабораторий просто удивляет. Поэтому я думаю, на самом деле мы еще даже не знаем многих моментов. Потом меня иногда удивляет достаточно позитивный инвестиционный климат в этой сфере. То есть, сейчас, написав научный проект, имея достаточно простую базу, можно получить... То есть, вот спасибо, что вы это озвучили. Может быть, кто-то услышит. Люди занимаются на самом деле этим. И я еще вот увидел следующее. Крупные фармы, где работает порядка там тысячи сотрудников, иногда буксуют. Вот реально буксуют при новых проектах. То есть, иногда тысячу сотрудников в фарме можно заменить одной лаборатории в 5-6 человек. Вот на это тоже нужно обратить внимание. И тогда нас ждет успех. Добрый вечер. Спасибо большое за информацию. Два вопроса. Один, может быть, немножко банальный, но вот скажите, как есть. Наверняка существует какой-то запас препаратов, терапии, интересует Москва и Московская область. Насколько хватает этого запаса и как он пополняется? Потому что проходит неоднократная информация, что Москва и область входят в перечень именно тех регионов, где хорошо, если там на месяц-два что-то осталось. Может быть, это звучит глупо, но такая информация есть, и это можно почерпнуть из интернета. То есть, просто опровергните или поясните самым банальным человеческим образом, то есть, как это происходит. Я как пациент, я как потребитель, да, я хочу знать. Да, как обо мне. Ну, условно, вы заботитесь. Да, не лично вы, но кто, кого вы представляете. Это первый момент. И второй момент, может быть, не совсем политкорректно это прозвучит, но на каких основаниях доктор может просто изменить терапию пациента. Да, вот основания именно законодательные, медицинские. И ко всему к этому реальные примеры жизни. Я так, может, немножко уже дальше иду, но интересно, если вы о чем-то забудете, ответите, я напомню. Девочка-подросток 13 лет, диагноз поставлен с двухлетнего возраста на терапии. Без оптимизма, вот без оптимизма, учитывая ваш опыт, прогноз, только не говорите, что она проживет всю жизнь и так далее. Конкретно срок. Спасибо. Механизм формирования. Позитивная информация такая, что позавчера на сайте Минздрава России опубликован план закупок, то есть это конкретные уже предстоящие аукционы на 2017 год. Это как бы федеральные обязательства, то есть их можно посмотреть на сайте закупки гофру на объемы, как говорится, все в открытом доступе. В этом плане 2017 год пошел. Это хорошо. Финансирование строится не только по федеральному, но и по субъектовому принципу. Субъектовый компонент, он очень важен, потому что он позволяет как раз обеспечить доступ к самым современным препаратам, обеспечить непрерывность между вот этими огромными федеральными поставками, потому что вы же понимаете, на такую страну не всегда этот механизм прямо идеально работает. Поэтому очень важный субъектовый компонент. Я представляю субъект Московской области и озвучу цифры по этому региону. в прошлом году финансирование было увеличено в разы и дополнительно выделено в целом выделено на закупки лекарственных препаратов более полумиллиарда рублей. Это существенно отличалось от предыдущего года. Это недостаточная сумма для такого субъекта, как Московская область. И в 2017 году уже тоже выделено и тоже на официальном сайте можно уже смотреть размещенный план закупок в объеме 768 миллионов рублей. То есть наш субъект выглядит здесь очень и очень достойно. Изменения схем лечения. Я понимаю, о чем здесь как бы поставлен вопрос. потому что есть сайт перебоя.ру, с ним можно ознакомиться. Естественно, человек, который затронут в этой проблеме, кому-то могли изменить схему лечения. И человек спрашивает, обоснованно ли изменили. Это совершенно отдельная проблема. Я от нее не ухожу, но мне кажется, не об этом сегодня речь. А есть другие изменения схем лечения? Есть изменения схем лечения, связанные с тем, что человек длительное время находится на одном и том же препарате, может быть, каком-то препарате первого поколения, а у него уже возраст, у него уже определенно есть метаболические эффекты. И вот здесь очень важно, да, он привык к этому препарату, у него высокая вирусологическая эффективность, все это сохраняется. Он даже говорит, я не хочу менять схему лечения, но посмотрел доктор-инфекционист, посмотрел врач-терапевт, посмотрел еще врач-специалист, говорит, ну посмотрите, у вас какие сердечно-сосудистые риски, нам же нужно, чтобы вы были в целом здоровы, а не только, чтобы у вас вирус в крови не определялся. И в этом случае производится переключение, это целое исследование, как переключить сохранение вирусологической эффективности, это целое искусство врача. И поэтому очень важно, чтобы переключения, они именно происходили с целью здоровья пациента. Вот, тут, я думаю, у нас с вами полный консенсус. Что касается ли детей, отвечу однозначно, конечно же, прогноз такой же, как и в плане взрослых. то есть мы сейчас вот правда являемся достаточно счастливыми докторами, потому что ряду пациентов мы можем сказать, да, мы не можем как бы освободить тебя от вируса, но ты здоров. Вот у нас сейчас есть пациенты, которые вот действительно просто должны приходить за таблетками. Вот это действительно большое счастье. Твое дело просто приходить за таблетками и твое дело проходить диспансеризацию раз в год по такому плану. Вот действительно ты пожимаешь пациенту руку и говоришь, все, твои проблемы решены, у тебя полностью восстановлены все показатели. И есть статистические исследования, что продолжительность жизни, она не отличается от продолжительности жизни в общей популяции таких людей. То же самое по детям. Почему? Конечно, срок наблюдения по детям меньше, но у нас есть элистинские дети, которые уже родили детей сами, которые уже сами находятся в достаточно зрелом возрасте к 30 годам, и которые живут на терапии. И как изменилась парадигма терапии взрослых, также изменилась и парадигма терапии детей. Там тоже все с более раннего возраста мы можем применять более метаболически благоприятные препараты с меньшим количеством нежелательных явлений. Поэтому здесь однозначно то же самое мы можем сказать, что при благоприятном течении и заболевании при полной компенсации прогноз благоприятен. И единственное, что здесь как бы вот по детям, потому что мы понимаем, что когда они дорастают до 14-15 летнего возраста, там достаточно серьезный психологический момент, объяснение, там нужны специальные люди, психологи у нас работают, вот это все нам приходится применять. Вот так. А так нет, сейчас ничем не отличается. Взрослый человек, ребенок всем сохранена жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...